В день праздника в столице нашей страны стартовали Дни Якутии. Начались они с традиционного возложения цветов якутской делегации к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. В целом программа дней насыщена и разнообразна. Помимо возложения цветов, накануне на станции Воробьевы горы открылась выставка народно-прикладного искусства и художественных промыслов региона. Знаменательным событием Дня народного единства, о котором мы говорили ранее, стало открытие выставки «Русь православная». С пятницы за программой и делегацией региона наблюдают наши корреспонденты. Они расскажут о наиболее заметных мероприятиях более подробно. Дни Якутии в Москве начались с волнующей церемонии, благодарной памяти потомков о подвиге. В мероприятии приняли участие глава республики Егор Борисов, члены правительства Якутии, депутаты госсобрания Илтумен, сотрудники поспредства республики в Москве. Далее церемония продолжилась с возложением венков и цветов к могиле неизвестного солдата. Собравшиеся почтили память защитников Отечества минутой молчания. Дни Якутии в Москве являются традиционным событием и проводятся уже в шестой раз. С этого момента, в эти дни будет здесь очень много мероприятий, которые будут посвящены нашей республике, нашей Якутии. У людей, думаю, будет очень много возможности видеть, познакомиться с нашей Якутией. В этот же день в здании научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского якутияне вместе с московскими коллегами обсудили вопросы оказания высокотехнологичной медицинской помощи и обменялись опытом. Республику представляли ведущие специалисты, которые вплотную занимаются хирургией. Якутияне рассказали о прорывных технологиях в сфере трансплантации печени и почек, также операциях по пересадке роговицы. Можно сказать, что уровень у нас неплохой. Специалисты у нас готовы к проведению операций в самой высшей сложности. С 2012 года у нас действуют соглашения с Департаментом здравоохранения города Москвы. И, соответственно, и с подведомственным учреждением, не именно с Левосовского. Поэтому мы однозначно сегодня еще уточним. Возможно, тоже будем подписывать еще отдельное соглашение. В этот же день на станции метро «Воробьевы горы» открылась выставка народно-прикладного искусства республики. Москвичи и гости столицы смогли увидеть национальные якутские украшения, богато расшитые костюмы и лучшие изделия мастеров, которыми так славится наш северный край. Очень красочно оформленные витрины вы можете здесь видеть. И я думаю, что москвичи, проходящие через эту станцию, смогут познакомиться с красотой, даже традициями, обрядами нашего народа. Мы этим показываем, что мы единый народ, российский народ. Выставку открыл заместитель председателя правительства Якутии Михаил Гуляев. Он отметил очень символичным, что выставка открылась в канун российского Дня Единства. Отметим, что экспозиция мастеров народных промыслов Якутии разместилась в московском метрополитене впервые. У нас очень теплые, добрые отношения между Москвой и республикой Саха-Якутия. У нас проходят совместные мероприятия ежегодно. И эта выставка, и вот праздники, которые проходят, совместные наши мероприятия, они говорят о том, что никакая мерзлота не растопит ни сердца, ни души якутян. Станция метро Воробьевы горы – это уникальная площадка для проведения выставок. Якутская уже четвертая по счету. Только по предварительным цифрам ознакомиться с этнокультурой республики смогут более полутора миллионов москвичей и гостей столицы. Я под впечатлением. На самом деле это очень интересно. Всегда важно иметь возможность прикоснуться к частичке чужого, но нашего. Столько лет республика Саха в составе Российской Федерации. Это действительно важно. Мы, как многонациональный народ, должны знать историю культуры соседних народов. Торжественное открытие выставки завершилось выступлением мужского состава государственного ансамбля «Туймада», которые на днях вернулись из Грузии с победой в крупнейшем вокальном фестивале. Айсена Бурнашова, Наталья Сазонова, Татьяна Черемкина, Егор Максимов, Олег Южилкин, Михаил Кулаков, НВК Саха, Москва. Редактор субтитров А.Семкин